В их доме сыр всему голова. Уроженка Мамадыши Светлана Лаврентьева росла в семье ветеринаров. Сама тоже проработала ветлаборатория более 8 лет. Все изменилось, когда она пришла тогда еще в Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат. От приемщицы молока она выросла до начальника цеха сыра, филиала общества с ограниченной ответственностью азбука сыра Мамадышский завод. Трудится в этой должности четвертый год, а сырному делу посвятила 18 лет своей жизни. Здесь же работает и ее супруг. Сын, окончив ветеринарный институт, устроился в один из элитных ресторанов столицы сыроваром. Нам есть что обсудить за семейными торжествами. Он знает все об итальянских сырах, а я горжусь тем, что причастна к созданию нашего Мамадышского сыра. Рассказывает заслуженный работник пищевой промышленности Республики Татарстан Светлана Анатольевна. На свою любимую работу я прихожу в 7 утра. Первым делом я анализирую количество и качество выработанной продукции. После этого я формирую отчет и иду в цех. А вот так проходит мой рабочий день. Все начинается с приемки. В день сюда поставляют более 430 тонн молока. После этого оно поступает в лабораторию для анализа, а потом направляется в емкость для резервирования. Пройдя этап очищения, нагревания, нормализации, пастеризации, молоко готовится к сыроизготовлению. Сюда вносятся все необходимые компоненты и начинается сквашивание. Далее происходит разрезка сгустка для получения сырного зерна и его нагревания. После этого сырное зерно обсушивают, формируют и отправляют на прессование. Во втором солильном цеху происходит все самое интересное – посолка сыра. В среднем она длится 48 часов. И только после этого продукция отправляется в отдел мойки, обсушки и упаковки. Но это еще не все. Эти сыры пока не готовы к употреблению, рассказывает Светлана Лаврентьева. Для полного созревания в зависимости от технологических процессов и сортов сыра необходимо в среднем от 30 до 60 суток. Доля продукции Мамадырского завода составляет 40% от общего объема производства сыров в Татарстане. Знали бы вы, как приятно слышать от людей из других районов и даже субъектов нашей страны слова о том, что наш Мамадырский сыр самый вкусный, не скрывает эмоции женщины производства. Ведь мы своей большой командой трудимся над тем, чтобы наш продукт был самым лучшим и вкусным, отмечает начальник цеха сыра. А той, кто организовывает их работу, подчиненные рассказывают без лести, говорят, самое лучшее. В этом цеху я работаю с 13-го года, то есть уже практически неполных 7 лет. За это время Светлана Анатольевна дала очень много полезной информации, касающейся именно производства сыра, переработки молочной продукции. Можно сказать, что закончил институт. Благодаря Светлане Анатольевне вся информация исчерпывающая только от нее. Ежедневный объем перерабатываемого молока около 380 тонн, сухой молочной сыворотки 17 тонн. Производственный цикл завода безотходный, принятое молоко перерабатывается без остатка. Работать с женщиной на производстве непросто, зато какую пользу мы приносим своей республике, улыбается Светлана Анатольевна. Удивительно, человек, который не очень любит молочные продукты, целый день и всю жизнь посвящает тому, чтобы на всех прилавках магазинов страны был вкусный и свежий сыр.